Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Жернакова представляет презентацию Евгений Водолазкин «Лавр. Роман с историей». Книга «Лавр» Евгения Водолазкина тех, кто читал уже ее, очень тронула и основной идеей, и образом главного героя, и необычным языком, и сюжетной насыщенностью. Но чтобы действительно проникнуть замысел Водолазкина, нужно знать о его профессии, о его взгляде на литературный процесс, в том числе и современный. Евгений Водолазкин – филолог, доктор филологических наук, ученик академика Дмитрия Лихачева. Всю жизнь занимается древнерусской литературой в Пушкинском доме в Институте русской литературы РАН в Санкт-Петербурге. Он обладатель премии «Большая книга» и «Ясная поляна», финалист русского букера. Он также автор романов-бестселлеров «Соловьев и Лорионов», «Авиатор» и «Бризбен», сборников «Дом и остров» или «Инструмент языка» и «Идти бестрепетно» между литературой и жизнью. Герой Романа Лавр – средневековый врач. Обладая даром целителя, он тем не менее не может спасти свою возлюбленную и принимает решение пройти земной путь вместо нее. Так жизнь превращается в житие. Он выхаживает чумных и раненых, убогих и немощных, и чем больше жертвует собой, тем очевиднее крепнет его дар. Но возможно ли любовью и жертвой спасти душу человека, не сумев уберечь ее земной оболочке? Роман о прямой связи человека с Богом, захватывающий детектив о природе времени, жизнеописание человека, который пытается из этого времени выйти. В некоторых интервью писатель говорит, что у него была потребность весь материал, который звучал в нем и его не отпускал, но не умещался в рамки его научной работы, переложить в художественную форму. Так возникла идея написать роман о средневековой жизни. Но вот эти голоса древнерусской жизни он в своем произведении воплотил буквально. В нем можно обнаружить большое количество цитат из всего огромного корпуса древнерусской литературы. Прежде всего из физиологов, из шестодневов, травников, лечебников, некоторых отреченных книг, апокрифов, энциклопедических сборников, в том числе из собрания Кирилла Белозерского монастыря. И, конечно, из Александрии, средневекового авантюрного романа, который так любил перечитывать и дед главного героя, и сам Арсений Лавр. И, конечно, из священного писания. Дед главного героя делает выписки из книг и сам записывает свои наблюдения. Для него записанное слово – символ порядка и гармонии мира. Свободное владение древнерусским языком придает тексту романа нужный колорит и создает то волшебное ощущение погруженности, которого так не достает большинству книг в жанре славянского фэнтези. Кроме того, уже в самом начале автор позволяет себе перемешать древнерусский с русским современным, что, во-первых, заметно облегчает чтение, а, во-вторых, завязывает дополнительную интригу в истории. Ведь очень интересно узнать, чем же вызвано такое соседство. Кроме прямых цитат, в романе восстанавливаются и жанры древнерусской литературы. Первую часть его можно отнести с жанром вопрошания. Пожалуй, самое известное произведение в этом жанре – «Вопрошание Кирика Новгородца». Также не раз цитируется в романе. Мальчик Арсений познает мир в вопросах и ответах. Вторая часть романа – это повесть или хроника с элементами жития. В третьей части Арсений с группой паломников совершают путешествие в Иерусалим. И это, несомненно, отсылает нас к жанру хождения. Знакомый с древнерусской литературой читатель найдет в романе аллюзии на хождение за три моря Афанасия. Часть четвертая – это «Житие». На обложке романа стоит подзаголовок «Неисторический роман». Роман, определяемый автором как неисторический, является по сути жизнеописанием древнего врачевателя по имени Арсений, жившего на русском севере в конце 15 века. Автор заботливо проводит нас по судьбе героя от момента рождения до самой смерти. Арсений растет вместе с дедушкой в доме на окраине Рукиной Слободки одного из древнейших сел Белозорья и перенимает от него секреты знахарства и врачевания. Родители Арсения погибают от чумы, а впоследствии, благополучно передав свои знания, умирает и дед. Молодой Арсений живет обособленно, лечит людей, пока однажды в дом его не приходит молодая девушка Устина, спасающаяся от чумного поветрия и боящаяся теперь появиться на людях. Арсений соглашается приутить и спрятать ее у себя. И с этого момента жизнь его совершает непоправимый трагический поворот. В романе «Лавр» четыре части. Он открывается книгой познания, затем идут книга отречения, книга пути, а завершается книга покоя. В первой части романа главный герой Арсений сопоставляется с Адамом. Каждый из нас повторяет путь Адама и с потерей невинности осознает, что смертен. «Плачь и молись, Арсений, и не бойся смерти, потому что смерть – это не только горечь расставания, это и радость освобождения». Пожалуй, главная философская проблема, свое видение которой предлагает Водолазкин в романе, что представляет собой время. И в приведенной цитате дается ответ на вопрос, как движется история. По спирали. Арсений повторяет на своем витке судьбу Адама, и эти повторения бесконечны. Мифологический пласт первой книги предполагает возможность прочесть ее как книгу познания мира, первый этап становления героя. С окружающим миром Арсения знакомит в первую очередь его дед Христофор, в портрете которого проступают черты древнего фавна. Проводя большую часть времени в лесу, дед все охотнее растворяется в природе. Он становился похожим на собак и медведей, на травы и на пни, и говорил скрипучим, древесным голосом. После того, как в 2013 году Лавр Евгения Водолазкина получил премию «Большая книга», появились многочисленные рецензии и отзывы литературных критиков, в которых роман настойчиво именовался «Постмодернистский». Однако сам Водолазкин заявляет, что он не считает себя постмодернистом и сознательно применяет в романе Лавр элементы средневековой поэтики. Отношение Водолазкина к тем культурным контекстам, которыми он оперирует в романе, принципиально отличается от позиции писателя-постмодерниста. Тексты предшествующих эпох важны для него. Цитируя их, он скорее ставит задачу погрузить читателя в средневековый быт, познакомить с древнерусской словесностью. А постмодернистская ирония и восприятие мира как хаоса чужды ему. Роман Евгения Водолазкина «Лавр» вот уже несколько лет является одной из наиболее читаемых в России книг, потому что в нем, как сказал сам писатель, нет фальши. И потому еще, что в этом неисторическом романе современный человек в образах средневековых персонажей видит очень детальное, очень верное и не всегда приятное отражение самого себя. Для тех, кто заинтересовался данной темой, предлагаем рекомендательный список литературы. Спасибо за внимание!